я передаю слово дубитра хорошо смотрите с точки зрения сети как таковой ну собственно говорят то что приносит поставщик это это исключительно то что он его то то что он тот вклад который вносит в категорию соответственно с этой точки зрения для сети не так принципиален там мерчендайзинг как таковой с точки зрения тех с кем с кем вы общаетесь точнее категория нового менеджера и так далее да вот а важнее цифры оборота важнее цифры возврата покупателей удовлетворенности покупателей и лояльности их и так далее то есть мы сейчас там будет слайд про то как сеть смотрит на категорию но вы можете понять да вот вот примерно так сеть смотрит на категории то есть это динамика продаж продукции средняя цена за штуку количество в корзине и так далее это все данные вы для того чтобы вы могли понять то чтобы вы вы видите свой бренд и примерно такое же может быть дано по вашему бренду но категорийный менеджер смотрит на категорию в целом и то как вы помогаете или не помогаете продажам этой категории именно это для него важно можно вернуть на да нет нет ладно хорошо значит значит соответственно с точки зрения то есть с этой точки зрения вы можете говорить только о тех операционных показателях которые вам которые вы приносите сети для работы для улучшений вот но этих операционных показателей категории но с другой стороны сеть может вам предоставить информационную базу для того чтобы вы оценили оценили мерчендайзинговые результаты мерчендайзинга результаты мерчендайзинга для с точки зрения ваших собственных потребностей то есть то о чем мы начали разговор то то с чего начала екатерина это возврат на инвестиции значит когда вы приходите к собственника вы говорите очень простую вещь я хочу я хочу мерчендайзинг потому что это принесет вам денег вот что я верну больше денег я возьму один мешок денег верну два соответственно сеть своими данными да вот мы сегодня уже обсуждали там были выступления о порталах о данных и так далее они нужны вам не просто для того чтобы они лежали у вас на полочке красивые и замечательные помню там в конце 90-х у меня были проекты когда цена проекта определялась толщиной отчета да то есть вот один сантиметр отчета это примерно миллион может 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 могло быть вот сколько сантиметров только столько миллионов нормально для бухгалтерии покатит все хорошо остальное не важно так вот нет вам это нужно для того чтобы их использовать если вы будете платить сети просто за то что что эти данные просто у вас будут лежать это просто ну то есть словно греет как это это распределение коммерческих условий это прекрасно это замечательно как мы это любим а вот особенно там прислать вам excel-ку за пару миллионов рублей вообще мы очень рады но лучше будет если вы возьмете эти данные обработаете их и принесете нам решение которое поможет нам заработать побольше а за счет чего вы присылаете нам мерчей для того чтобы увеличить доступность товара у покупателя то есть в данный конкретный момент у вас вы видите что проблема с аутов стоком а вот и если вы в реально это понимаете что это 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 является ключевой проблемой вы нацеливаете своих ночевых на это и сеть можно вам показать вот у нас по стоком по инвентаре была такая такая ситуация стала вот такая ситуация была мы можем посчитать осу по по продажам по потоку вот взвесить и понять что например по фактическое наличие товара на полке было вот такое сравнить с вашими данными с данным мерчендайзера из сф систем или или еще откуда-то и понять насколько ваши мерчендайзеры ну скажем так корректирует картинку да но это не самое важное самое важное это как наличие мерчендайзера повышает наличие товара на полке вот значит соответственно как бы это вы оцениваете вы понимаете что например дальше еще что может дать сеть может дать процент каннибализации то есть если вашего товара нет сколько вы теряете в целом потому что когда одного там не знаю шоколадки с фундуком нету данный шоколад с изюмом рядом ваши той же самой там марки вот находится на полке часть покупателя просто переключается на него а часть покупая покупатели переключается на другую с фундуком другую там другого бренда к вашего конкурента это ваш потерянный сети это не потерь на вот но как бы вы должны понимать сколько вы теряете на этом отсутствие и если затраты на такое на предотвращение этого отсутствия будут ниже чем то то потенциальная прибыль который вы можете получить за счет ликвидации этого да тогда это имеет смысл мерчендайзинг имеет смысл соответственно дальше по что и что еще может маму вы можете делать какие задачи вы решаете мерчендайзерами вы обеспечить увеличение товарного запасов в точке то же самое что если вы в точке точку приходит мерчендайзер он контролирует наличие товара до соответственно участие в части инструкции в части процедур сетей есть такая ситуация когда . может заказать дополнительно меньше нет больше да но никто этому эти невольство что это риск этот риск ложится напрямую на на бонус директора магазина и так далее вот но для того чтобы это рекомендовать вот сегодня замечательный был кейс от асг когда нужно рекомендовать на основании конкретных данных которые отработаны и понимаете сколько вам нужно добавить к страховому запасу вот если вы можете этого давать если вы можете давать обратную связь от мерча и доводить ее и до точки и до центрального офиса там либо там дивизион дивизиональных менеджеров по логистике да тогда это будет работать и вы будете использовать эти данные будете использовать мерчендайзеров по полной да значит вы знаете там то есть этом а вот об увеличении количества договоренности дополнительных местах продаж сети официально не знают да я это я этот слайд составлял тогда когда я был на стороне поставщика вот но это такая тема тоже когда есть отсутствует то есть место а чё туда поставить решает на уровне магазина потому что крупный поставщик не до не довез промо или еще почему-то и вот что туда встанет решает отношение личное отношение мерчендайзера с руководства магазина значит соответственно увеличение видимости товара покупателю если у вас есть если в вас малое место на полке на то вы можете поддерживать ваше наличие на полке и видимость покупателю только за счет того что мерчендайзер все время подтягивает как только если у вас малое количество фейсингов как только вы ушли ваш товар ушел значит в глубь полки то фактически поле зрения схлопнулось если мерча нету не работает и это вы тоже можете увидеть по по фактам то есть вы можете сеть его может дать связь количество фейсингов и пополнение полки с данными о связать с продажами сколько вы теряете на этом ну и соответственно на основании всего вот этого на основании данных от мерчей на основании данных об уходимости от мерчей в уходимости с полки на основании данных о продажах с точки вы выходите на переговоры об изменении ассортимента но это такой тени толкает с одной стороны вы толкаете на уровне офиса а с другой стороны вы тягиваете на уровне точки если это не делаете ну Ну, собственно говоря, все меньше и меньше результатов. Ну ладно, еще раз Аква и Рендык. Урал, мы выиграли по уральскому региону тендер по СТМ. И мне вот интересно, СТМ, мерчендайзинг здесь на вашей стороне, стороне магазина? СТМ обычно в первую очередь выкладывается, то есть в стандартах работы сотрудников магазинов в первую очередь выкладывается СТМ. То есть поэтому большая вероятность, что он будет выложен. Но по практике, например, когда я был на стороне производителя, да, мы выкладывали и то, и другое. Ну, потому что просто у нас это была небольшая часть ассортимента. Если Скоропорт, это вообще мастер. Скоропорт – это первое, что выкладывается. Смотрите, если у вас не Скоропорт, то считайте, что на вас забьют некоторое время. В любом случае, потому что первая проблема. У сотрудников магазина KPI, короче, бонус зависит, уменьшается в случае больших списаний. Соответственно, самые большие списания где? В Скоропорте. Они естественным образом ничего не будут делать до тех пор, пока они не выложат и не перевыложат в Скоропорт. Это как бы таковое течение жизни. Спасибо. Добрый день. Татьяна, компания «Мороз», «Алтайский край». Скажите, пожалуйста, Катерина, к вам вопрос. Вы оценивали, как вы оцениваете эффективность мерчендайзеров в торговой точке, если вы поставляете на РЦ? Это первый вопрос, потому что продажи… У нас есть третичные продажи с торговой точки уходимости. Мы аналитику делаем на основании этих данных. И второй вопрос. Вы оценивали, какие команды по стоимости и по эффективности в работе? Ваша команда эффективнее, либо команда… Конечно, наше. Но в маленьких городах она выходит в тот бюджет, который требует компания. Естественно, в городах-миллионниках мы не влазим в этот бюджет, и поэтому там агентство. Екатерина, можно сразу вопрос точнее прокомментируй? Почему, конечно? Ну, потому что мерчендайзер, он борется за тот продукт, в который компании он работает. Он прям вот душой рвется, чтобы показать, насколько классно он отработал. И он прекрасно понимает, что тогда и его зарплата, и доход компании, он будет увеличиваться, соответственно, и как бы его деньги будут увеличиваться. Ну, прямой вклад просто в бизнес и в результат. Конечно. И, в принципе, у нашей компании есть имя, и в ней престижно работать. Да, согласна. Спасибо. 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 Евгения, компания Марс. Вопрос к Димитру. Учитывая, что сказали, что у нас растет спрос на совмещенный мерчендайзинг, и есть целое агентство, которое этим занимается, разрабатывали сеть, какие-то, может быть, тесты для того, чтобы продавать эту услугу поставщикам самостоятельно по совмещенному мерчендайзингу? Ну, смотрите, у нас, ну, то есть, скажем так, сначала по поводу ленты. У нас есть, насколько я понимаю, партнеры, которые работают с раздельным учетом рабочего времени и, собственно говоря, оказывают услуги мерчендайзинга. Первый момент. То есть, когда у меня размывает соответственность, вот, то есть, как бы мотивация мерча на конкретную работу и так далее. То есть, тогда это было сложнее, потому что сейчас вот эти системы, в том числе совмещенку, можно сделать на основе данных. То есть, условно говоря, каждое действие можно оцифровать, каждый час можно оцифровать. А тогда, ну, то есть, как бы, когда у тебя есть продажи за месяц, это сложнее обратную связь выстроить. Вот, наверное, как-то так. Условно говоря, в систему, когда сеть предлагает совмещенный мерчендайзинг как услугу, я не верю, потому что это, ну, вот, как мне на одних переговорах, не лента говорила, я бы деньги у тебя возьму, но делать я не буду, потому что у меня следующая задача завтра прилетит на сокращение персонала. Вот, то есть, я в маржу это положу, в бэк маржу, и все хорошо будет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok